МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. Температура в школах повышается. Ученики села Сватаева возобновят обучение в стенах образовательного учреждения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чистая вода из крана уже осенью. Как будет проходить процесс фильтрации? Повод для визита. Вопрос на пресс-конференции. Изобретят ли посещать Челбон для оздоровительного плавания? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети в селе Сватаева возобновят обучение в школе. На один день в населенном пункте Среднеколымского района отменили занятия в школе из-за нехватки угля. Отсутствие топлива привело к снижению мощности котельной. Фактическая температура в учебном заведении, где учатся более 80 детей, составляла всего 3-9 градусов тепла. Температурный режим в двух школах Сватая постепенно повышается. Завтра учебный процесс будет продолжен. Накануне в село доставили уголь. Запаса должно хватить на двое суток. В пути находятся еще две машины с топливом. Местная администрация ввела с опасением того, что доставка топлива может задержаться. У нас сейчас уже доехали две машины. И еще у нас в этом направлении работает, в общем, пять машин. Еще три машины у нас уже выехали. И мы надеемся, что в эти 2-3 дня мы уже выровняем эту ситуацию. И подача тепла будет восстановлена. Ну а на месте сгоревшей дизельной электростанции в селе Березовка Среднеколымского улуса появится новое. Энергетики уже приступили к сборке модулей станции. О работах в производственном центре Сахаэнерго расскажет Ниргуяна Иванова. Эти кадры были сделаны в канун Нового года. Тогда, вечером 29 декабря, до Тла сгорела дизельная станция, которая чуть не обесточила населенный пункт, в котором проживает около 380 человек. А это уже кадры из производственного центра Сахаэнерго. Меньше месяца работы и эти блок-модули новой дизельной станции в скором времени отправятся в Среднеколымский улус, чтобы в домах жителей Березовки всегда было тепло и светло. Новая станция состоит из 8 блок-модулей. У каждой свои функции. Насосная, операторская, ремонтная, мастерская, топливо, подготовительная. И 4 модуля с дизель-генераторами. 7 уже готовы к транспортировке. Один находится в цехе на стадии изготовления. Изготовляем мы из контейнеров 20 тонн, обшиваем ее. А сверху у нас профлист и снизу, ну, снизу, снизу профлист. Снутри и снаружи профлист. Мы его утепляем и готовим. Вырезаем проемы, делаем монтажные проемы, ставим дизеля. Ставим дизеля. На Березовку идут 5 дизельных агрегатов. 75-я и сотки. Металл есть металл все-таки, это не дерево. Ну, а более-менее сделают качественно у нас. Мы уже, считайте, много на север отправили таких модульных станций. Транспортировка будет осуществляться по стандартной схеме для Якутии, то есть наземным путем. По логистике, дорога до Березовки где-то после 15 февраля, но в эти сроки мы, в принципе, ожидаем отправку. Движение есть с городом Якутском, получается, Среднеколымск. До Березовки осталось примерно 35-40 километров. Дня 2-3, наверное, еще будут работать и до Березовки пробьются. Данное время в Березовке параллельно ведутся работы по устройству фундамента к установке станции. В село поедет бригада в составе 10 человек, это электрики и дизелисты. Дольное основание для модульной станции, ну и пойдет обвязка системы отопления, охлаждения, топливопровода, ну и выход электрической мощности. Вся эта система будет монтироваться на месте уже. По приезду в Березовку на сборку новой станции потребуется около двух недель. Объект будет обеспечивать энергоснабжение всего села. Установленная мощность выбрана с учетом покрытия всех нагрузок и с учетом резервирования мощностей. С вводом этой станции решатся все проблемы отдаленного населенного пункта. Нюргуяна Иванова, Георгий Григорьев, НВК САХА, Якутск. К другим темам. Штраф и лишение права занимают должность в образовательных организациях в течение двух лет. В городе удачно вынесен приговор в отношении бывшего воспитателя детского сада, обвиняемого в жестоком обращении с детьми. Напомню, в марте прошлого года республику взбудоражило громкое дело о воспитателе, которое заклеило четырехлетним малышам рты скотчем. Суд признал женщину виновной в совершении преступления. В суде установлено, что подсудимая, находясь в должности воспитателя одного из детских садов, в марте 2017 года заклеила четырем своим воспитанникам рты скотчем. На тот момент детям исполнилось его по четыре года. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Вину подсудимая в совершенном преступлении признала полностью. И с учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил ее к назначению наказания в виде штрафа. Кроме того, лишил ее права в течение двух лет работать в образовательных организациях. Инциденты в школах Перми и Улан-Удэ стали катализатором для усиления мер безопасности. Трудно ли зайти в школу Якутску постороннему незамеченному, разбирались наши корреспонденты. Сейчас мы попробуем провести эксперимент и проникнуть в школу. В качестве металлического предмета у нас в Пермане ложка. Для эксперимента выбираем наугад две школы в центре и одну на окраине столицы. Проникнуть без предоставления паспорта получилось два образовательных учреждения. В школе номер 7 охранная система, однако войти оказалось несложно. Нужно было просто записать свое имя и фамилию в журнал. Проверки паспорта не проводилось. У нас два охранника, каждый день они с утра работают, с семьи приходят, они выполняют свои обязанности. В школе номер 9 сотрудник частной охранной организации не впустил корреспондента дальше в фойе. Там же детей ожидали и их родители. Зайти в 18-ю школу оказалось проще всего. Охранники записали данные только после того, как корреспондент представился. Сегодня ситуация с безопасностью в школах страны вызывает опасения. В столице республики меры к ужесточению решили принять. В рамках противодействия событиям, которые прошли в городе Перми 15 января, 16 января по управлению образованием издан приказ об усилении антитеррористических мероприятий в наших обучеобразовательных учреждениях, согласно которому необходимо усилить меры, которые мы вводили и вводим в наших учреждениях постоянно. Как нам сообщили в управлении образования Якутска, в скором времени все столичные школы проверят и разделят по категории защищенности. Егор Борисов посетил бассейн Чулбон. Поводом для визита стал вопрос, заданный в ходе недавней большой пресс-конференции главы Якутии. О том, что руководство бассейна Чулбон якобы объявило о закрытии с 1 марта 2018 года оздоровительных групп плавания, оставляя только спортивные секции. Причиной для возникновения слухов, о которых поведал главный редактор городской газеты, по всей видимости, послужило открытие с 1 января 2018 года республиканской специализированной спортивной школы по плаванию на базе бассейна. Между тем, придание Чулбону нового статуса не повлечет изменений в режиме работы спорткомплекса. Об этом сообщил главе республики директор бассейна Аркадий Прокопьев. Оздоровительные группы будут работать, как и раньше. Те, кто хочет научиться плавать, кто хочет оздоровиться, будут ходить в плавательный бассейн, как раньше так ходили. В Жатае построят судостроительный завод. Министр промторга России Денис Монторов сообщил о будущей программе судостроения речных и рыболовецких судов. В соответствии с программой в Жатае начинается строительство судоверфи. Средства выделены как из федерального, так и из республиканского источника финансирования. Завод займется строительством судов. На производстве будет создано более 300 рабочих мест. Это хороший завод. Мы его несколько раз уже презентовали на выставке и на Дальнем Востоке. И сейчас выставка была республики в Москве. Завод, который перерабатывает 30-35 тысяч тонн металла. В судах речных это порядка 10-80 штук единиц. Он предусматривает площадку для утилизации судна, распилить его на металлолом и так далее. В Якутии в числе лидеров среди регионов страны по объемам привлекаемых инвестиций. Республику на заключительном заседании Госсовета страны выделил президент Владимир Путин. В Якутии один из значимых инвестиционных проектов строительства водозабора планируют завершить уже этой осенью. На каком этапе работа на объекте и как будут очищать воду, расскажет Сергалана Захарова. Общая площадь территории водозаборной станции составляет 21 гектар. Здесь располагаются пять крупных объектов, в том числе водозаборный ковш, насосная станция, здание реагентного хозяйства, станция водоочистки и электролизная. Все они участвуют в процессе обработки речной воды, чтобы в конечном итоге в наших квартирах из-под кранов лилась только чистая вода. Мой собеседник Сергей Болотин, инженер проекта строительства водозабора. Он подробно рассказал обо всех деталях этапов очистки воды. С насосной станции вода будет поступать на помещение здания водоочистки. Она будет проходить через так называемые осветлители, где будет процесс происходить коагуляции, флакуляции. Это очищение от мутности, цветности. У нас полочные отстойники, там будет вода отстаиваться с уплотнением осадка. Осадок будет собираться в шламовые емкости. Потом в дальнейшем шлам будет проходить через насосы на центрифуге. Шлам – это в том числе и песок. Из резервуаров он поступает в центрифуге, где проходит сушку. Затем в центрифуге песок высушивается. На это место, где я стою, заезжает грузовой автомобиль. И через эти отверстия песок уже наполняет кузов, а потом он вывозится на отдельную площадку. В последующем песок могут использовать уже в разных целях, в том числе и в строительстве. Таким образом, производство практически безотходное. После этапа грубой очистки вода поступает в фильтры. Здесь она проходит более тщательную обработку и переходит в предпоследний этап – гипохлорирование. У нас это метод электролиза. Будет из поваренной соли вещество новое – гипохлорид. И оно более безопасное. Оно имеет класс опасности четвертый. Это безопасный для человека, для органов водокрания. Ну, более современный. В моей руке маленький, на первый взгляд, совершенно обыкновенный белый шарик. Но здесь, в работе водозабора, он выполняет очень важную роль. Он помогает сохранить экологию. Когда из реки забирается большое количество воды, в резервуары неизбежно может и попасть рыба. Для того, чтобы избежать этого, перед насосами ставятся преграды, состоящие из кассет. Они, в свою очередь, наполнены тысячами таких же маленьких белых шариков, которые не позволят попасть в оборудование даже самым крошечным малькам. На сегодня готовность объектов водозаборной станции оценивается в разной степени от 60 до 90%. Уже этой весной пройдут пусконаладочные работы, а осенью планируют полный запуск водозабора. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск. К этому часу у нас все новости. Всего доброго и до встречи.